Всем привет! Сегодня мы всплетем вот такую куперницу. Куперница-шкатулочка. Для начала я взяла донышко из ДВП, покрасила его, отлакировала. Взяла свои трубочки. Трубочки в этих местах, где будут сгибы, увлажнены немножко. Взяла строительный степлер и прибила свои трубочки на расстоянии между стойками по два с половиной сантиметра. После чего мы оплетем нижних три рядочка веревочкой из трех. Я подставляю наши трубочки за стойки. Стоечки должны быть сухими, а трубочки увлажненными. Сейчас я вам покажу, как я подставляю боковые стоечки. Для новичков это особенно будет важно и интересно. Подставляем две трубочки с боков и шпажку внутрь. И как будто шпажку огибаем нашими трубочками. Бумажным скотчем я это все дело закрепляю. Я думаю, что новичкам это будет полезно. Видеть и знать. Теперь оплетаем дальше веревочкой из трех. Так мы делаем все четыре уголочка. Веревочка из трех будет придерживать наши стойки. Проплетаем три ряда. Тут я вам покажу, как заканчивать веревочку из трех. Мы обязательно помечаем нашу первую стоечку, с которой мы начинали. Когда мы подошли, мы берем не правую, а левую, потом среднюю и после уже последнюю трубочку. Перед двумя за третью. Так же, как мы плетем веревочку. Теперь мы плетем дальше второй ряд. Продолжаем. После этого мы его заканчиваем и плетем третий и заканчиваем. Переходим на ситцевое плетение. Обрезаем лишнюю трубочку. Две оставляем, одну обрезали. И плетем. Так как у меня четное количество стоечек, поэтому я плету вдогонку. Все часто спрашивают, что такое вдогонку. Вот смотрите, если четное количество, вам нужно, чтобы у вас трубочки шли в шахматном порядке, а это можно сделать только таким способом. Вы проплетаете. Стойки смотрите, чтобы у вас стояли очень ровно, были сухими. Не жалейте сушить стоечки. После чего мы подходим к нашему ряду второму и вы увидите, что вы плетете в шахматном порядке. Если у вас нечетное количество стоечек, значит мы обрезали одну трубочку, вы обрезаете две трубочки и одной плетете. Просто проплели один ряд, потом следующий и следующий. Одной трубочкой. Я плету двумя. У меня четное количество. Я проплетаю нужную мне высоту и перехожу на веревочку из трех. Смотрите, вот мои две трубочки. Я добавляю третью и теперь могу плести веревочку из трех. Если вам нужна веревочка из четырех, значит добавляйте еще две трубочки. И продолжаем плести. Ситцевое плетение, его не надо заканчивать. Его главное подойти там, где вы начали. С какой стоечки вы начали, с той стоечки вы и обязательно и должны закончить плетение. Это касается любого плетения. Веревочку, и ситец, и все, что вы будете плести. Теперь мы намочила под краном свои трубочки. Прямо хорошо так их промочила подушеком теплым и теперь поместила их в пакет. Они у меня постояли около часа двух и после этого я могу плести. Плетем загибку разгу из трех. Добавили добавочные трубочки. Заводим стойку за стойку. Три трубочки вышли, значит пора брать их в оборот. Заводим за стойку и обрезаем. Это разгар без пенечков. Обрезаем так, чтобы у вас потом этот пенечек не выскакивал наружу, когда вы будете его закрывать. Чтоб зашел за стойку и сразу обрезали. Не делайте длинные кончики, иначе они будут торчать. Вот покороче. Но и сильно короткие не сделайте, чтобы он у вас не выскочил. Зашел за стойку и сразу обрезали. Вот таким образом. Иначе они у вас будут торчать. Вот смотрите, сейчас видите, закрыла и пенечка не видно. Старайтесь тоже делать так, чтобы у вас пенечки не вылазили наружу. Заканчиваем нашу загибочку. Заводим за нашу первую стоечку, которая у нас была. Убрали дополнительную трубочку и туда же стоечку. Следующую трубочку в помеченное место. Вот как вы вытащили трубочку, так же вы должны вставить вашу трубочку. Не путайтесь. Если вы будете добавлять дополнительные трубочки, вы никогда не запутаетесь, куда вам продевать вашу рабочую трубочку. Обрезаем ее. Берем следующую и укладываем на место. И то же самое проделываем с третьей трубочкой. Продолжение следует... Сплели коробочек. Теперь сплетем ему крышку. Крышка это будет обычный прямоугольничек без всяких бортиков. Можно сделать внутренний бортик. Проплетаем так, как мы проплетаем прямоугольные доночки. Их у меня на канале очень много с хорошими объяснениями. Я сначала сделала, вот видите, по бокам двойные стоечки. Ну да, стоечки боковые будут двойные, но потом я ее обрежу. Вы можете сразу не делать так, а сразу сделать одинарные. Я думала, они мне пригодятся, но они не пригодились, эти двойные стоечки. Вы сразу, вот сейчас я плету, вот это будет у вас второй ряд. Проплетаем. Разворачиваем. Когда разворачиваете аккуратно, смотрите, чтобы у вас не было смещения. Примерите линеечкой или проведите себе какие-то полосочки, чтобы вы по ним плели четко и ровно. Боковые стоечки любят сужаться, поэтому следите за этим. Примерили. Уже пора проплетать по кругу один ряд веревочки из трех. Добавляем одну стоечку, сейчас я добавлю и вторую. Веревочка из трех хорошо скрывает по кругу все недочеты. Добавили еще одну и плетем веревочку из трех по кругу. Я плету один ряд. Добавили еще одну и плетем. Примеряем. Как раз осталось место для загибки. Обрезаю я свои трубочки, которые я вначале говорила, что они у меня казались ненужными, поэтому я их обрезаю и плетем разгу. Я показывать ее не стала, потому что у меня на канале ее уже очень много. Вот такая вот коробочка получилась, крышечка. Как я сказала, можно было сделать внутренний бортик. У меня на канале тоже есть, я ссылочку дам. Теперь смотрите, я взяла картон переплетный 2 миллиметра толщиной и его обрезала нужным размером. Сейчас я нанесу патину. Патина это обычная у меня краска, я ее много раз показывала. Металлик таким оттенком металлическим. Они бывают разных цветов. Наносим патину. А я пока расскажу, про декор. Как я и сказала, взяла картонный картон, переплетный картон толщиной 2 миллиметра. Вырезала нужный себе размер. Распечатала на лазерном принте себе доллар, купюру и приклеила на этот картон, предварительно его покрасив. Приклеила я с помощью акрилового лака. Я просто покрыла лаком сверху, приклеила свою купюру и сверху опять дала высохнуть, а потом сверху приклеила. Еще раз пролакировала. Когда клеите бумагу на картон, обязательно ее чем-то, какой-то пластиковой картой или еще чем-то все выровнять, чтобы не было внутри воздуха и все было ровненько. И одела уголочки металлические. Фурнитуру я заказывала в интернете. Шестеренки у меня там будут. Это я заказывала в алиэкспрессе, так как уже вопросы идут, откуда я что беру. Я вам сразу говорю. Картон переплетный тоже брала в интернет-магазине. Посмотрите в канцелярских магазинах, там где продается бумага. Ну а мы наносим патину, продолжаем. Я решила сделать два цвета. Легкими движениями наносим. Обязательно промакивайте, вот как у меня планшетка лежит, обязательно лишнюю краску убирайте и смотрите, чтоб у вас или насыщенная патина, если вам надо, или слабенькая. Лишнее вытираем на планшетке. В результате получилась вот такая вот коробочка. Она у меня шириной 10 сантиметров, высота тоже 10 сантиметров получилась, а длина 17 сантиметров. Теперь мы проделаем отверстие в нашем кусочке. У меня эко-кожа. Вы можете взять любой материал, который вам нравится. И закрутила туда такие вот шурупчики. Я показывала их в прошлом видео. У меня они длиной сантиметр, но можно было немножко и поменьше. Можно было миллиметров семь-восемь взять. Но у меня какие были дома, такими я и прикрутила. Там резьба, поэтому очень легко это все делается. Такие штучки. Я не помню, как они называются. С этой стороны, с внутренней, я добавила маленький кусочек еще тоже кожи, чтоб оно не уходило внутрь. Там вот видите, квадратик маленький. И в результате получила вот такую вот штучку. Довольно-таки симпатичная. Можно ее по-разному декорировать, сделать что-то, нанести. И сами уже смотрите на свое усмотрение. Я распечатала несколько купюр, поэтому, в принципе, может быть даже внутрь еще можно будет приклеить. Но это уже на усмотрение каждого. Ну, а вы подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Всем творческих успехов и увидимся в новых роликах. Не забывайте писать комментарии. Субтитры создавал DimaTorzok